Экономическая модель, которая существовала, и Запад вообще, Евросоюз в частности, подошла к концу. Эмиссионной поддержкой обеспечивать рост экономики и рост уровня жизни населения больше не получится. Они бьют по себе сильнее, чем по нам. То есть кризис, который сейчас происходит в Западной Европе, он не сравним ни с чем. Экономически мир распадается на валютные зоны. Те люди, которые вышли на улицы, в Минске, они с точки зрения здравого смысла дебилы. Почему? Жить так, как люди живут сегодня в Минске или в Москве, на Западе, нужно иметь денег столько, сколько у них не будет никогда. Мы единственный регион мира, который на фоне общего спада может расти. Как бы вы охарактеризовали основные принципы реагирования российских властей на те методы экономического давления, которые сегодня мы все наблюдаем, возможно, взаимодействие с Белоруссией, каким оно должно быть? Дело в том, что, ну, в общем, уже всем понятно, что экономическая модель, на которой существовал, и Запад вообще, Евросоюз в частности, подошла к концу. Я думаю, что эмиссионной поддержкой обеспечивать рост экономики и рост уровня жизни населения больше не получится. И по этой причине их ждет уже начавшийся очень тяжелый кризис, по итогам которого Евросоюза не будет точно, и весьма возможно будут существенно изменены границы в Восточной Европе. Но я привожу вам только два примера. Премьер-министр Венгрии Орбан всерьез говорит о том, что Трансильвания должна вернуться под контроль Венгрии. И высказывает некоторое раздражение по поводу того, что у Венгрии тысячу лет был выход к морю, а теперь выход к морю. Его понять можно? Абсолютно аналогичная история. Польские официальные лица говорят о том, что немцы спят и видят отобрать обратно Селезию и Данск. Тут мы тут же вспоминаем еще одно обстоятельство. Литва, которая внесла Россию в число стран, как это спонсоров терроризма, или как у них там это называется, со стран, поддерживающих терроризм, явно не оправдала то доверие, которое ей было оказано в 1941-1945 году, в 1939. В 1939 году Литве отдали Виленский край. В 1941 году ей отдали часть территории, примыкающей к Сувалковскому коридору. В 1945 году ей отдали город Мебель, который ныне называется Клавит. Ну, как бы, с точки зрения нынешней справедливости, было бы абсолютно справедливо, если бы Белоруссия, которая проявила себя достойно в условиях этого жесткого кризиса, получила бы выход через Виленский край с выходом на Мебель. Я повторяю, это рассуждение. Но мне ваше рассуждение очень нравится, Михаил Леонидович. Вот именно эти. Нет, не я это начал. Понимаете, да? Это начал Орбан, это начали официальные лица Польши. Это, между прочим, Евросоюз. Евросоюз. Мы не будем сейчас далеко углубляться в логику геополитическую, потому что не секрет, что Прибалтийские республики, Польша и Украина сегодня контролируются не Вашингтоном, а Лондоном. И Лондон ведет целенаправленную политику на разрушение не только Евросоюза, но и Германии, исходя из своих сугубо персональных интересов. А на эту тему можно много рассуждать, много разговаривать. Это очень интересная тема. Но с точки зрения нашей, мы должны понимать, что не исключено, что через 3-5 лет мы столкнемся с совершенно другой конфигурацией в Восточной Европе. Может быть, даже и в Западе. И вот тут-то выясняется, что политика Путина, при которой он не лупит наук, а ведет себя достойно и предсказуемо, может оказаться куда более адекватной, чем нынешние действия эстонского правительства или латвийского, которые ликвидируют советские упоминания. Часто звучит мнение, что Россия, коль уж общеупотребимое слово «санкции», на санкционную войну толком еще и не являлась. Если все-таки явится, то с чем она может прийти? Дело в том, что... Давайте смотреть еще одно обстоятельство. С точки зрения законодательства международного, ни США, ни любая другая страна вообще не может накладываться прерогативу ООН. Я поэтому и говорю, это должен быть кто-то над. Да, поэтому я и называю это санкционную войну. Значит, если мы посмотрим на те задачи, которые перед собой поставил Запад. Эта задача была изолировать Россию. Отметим, что такого рода задачи решались и раньше, ставились и раньше. Можно вспомнить континентальную блокаду Наполеона. И целью атаки Наполеона на Россию в 1812 году была не победа над Россией. Чисто военное. Целью его — принудить Российскую империю к континентальной блокаде. Я напомню, что Павел Первый был склонен рассматривать Наполеона как союзник. Имея в виду тот выигрыш, который он получал, например, в Индии. Он направил войска в Индии. Если бы его не убили, в рамках заговора, в котором принимал участие британский посыл в Российской империи, то очень возможно, что Индия была бы независимым государством уже в начале 19-го. Вот весь фокус современной жизни состоит в том, что те люди, которые на Западе принимают решения, они глубоко неадекватны той экономической картине, которая складывается. То есть у них в голове некая картина, что они могут изолировать Россию с Белоруссией или еще чего-то в этом роде, а у них это не получается. Полное отсутствие у них планов не выходит, как это в сказках художенных. Ну что, Данила, не выходит? Каменный цветок. По этой причине говорить о том, что им надо жестко отвечать, они бьют по себе сильнее, чем по нам. То есть кризис, который сейчас происходит в Западной Европе, он не сравним ни с чем. Это кризис по своему экономическому механизму, полный аналог кризиса 1930-1932 года. Разница только в том, что он в полтора-два раза сильнее. Но этот кризис, который они могли там еще достаточно долго оттягивать и минимизировать его последствия, они его усилили в своей вот этой санкционной войне. И в результате они оказались в ситуации, с которой нет хорошего выхода. Более того, я как человек, который немножко там следит за ситуацией, у меня ощущение, это не факт, это ощущение, что в Соединенных Штатах Америки и в некоторых местах на Западе приняли решение, что санкционная война была расширенной, и они начнут осенью ее сворачивать. И одна из причин, по которой сейчас начался премьер-пад, то есть Великобритания, Италия, я думаю, что уйдет еще Шольц, и будут сильные проблемы у Макрона. Связаны как раз с тем, что это люди, на которых это свар. Вот они, безответственные люди, которые переоценили наши возможности, решили сделать некую глупость, не учли реальное состояние дел на Украине, а там оказывается фашизм, а там оказывается геноцид, а мы не знали, но вот теперь-то мы знаем. И по этой причине они могут пытаться пойти на договоренности. И вот в этой ситуации Путин, который вел себя очень аккуратно, может получить очень сильные дополнительные преимущества. Потому что обычные переговоры так, ну мы вас обидели, а вы нас обидели, поэтому списываем все. Теперь ситуация вот такая, вы нас обидели, а мы вас не, поэтому будьте любезны компенсировать. Раз, два, три, четыре, пять. Разными способами. Ну, я думаю, что я не открою страшную тайну, если скажу, что Путин выдающийся переговорщик. В этом смысле. А если еще учесть, что часть переговоров, особенно с прибалтийскими республиками из Польши, будет вести батька Лукашенко, вот тут я как бы не завидую ни полякам, ни прибалкам. Часто от наших политических лидеров мы слышали и слышим регулярно о том, что Россия, Беларусь, да и не только, а и, скажем так, государство, особенно, которое входит в ЕАЭС сейчас, должно выступать единым фронтом. Вот по вашим наблюдениям и ощущениям, может быть, достаточно ли этот фронт един? В проведении экономической политики, которая, по большому счету, все равно, так или иначе, направлена на простые, но понятные всем вещи, как повышение благосостояния наших граждан. Давайте, в первую очередь, об этом думать, мне кажется. Давайте разбираться. Дело в том, что экономический мир распадается на валютные взоры. Описание этого процесса было впервые дано в нашей книжке с Андреем Кобековым «Закат империи доллара и конец бакс-американа», которая вышла в 2003 году, 20 лет назад. То есть, в этом смысле, теория этого кризиса была в России написана, ну, там, точно, четверть века назад. Потому что эта книжка стала результатом обсуждений несколько лет. А вот, соответственно, если мы посмотрим на Запад, то увидим, что там теории кризиса. Если речь идет о валютной зоне, то вопрос, а кто в нее вход? Вот месяц тому назад в Тегеране состоялась встреча, на которой стало понятно, кто войдет в евразийскую валютную зону. Это Россия с рядом окружающих стран. Ну, условно, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения. Это Иран. Это Турция. И это арабский мир с Египетом. Египетом. И, возможно, частью Африи. Да, Кардаган проявляет очень высокую активность. В том числе, не всегда положительную. Но мы должны исходить из того, что, в отличие от, там, Путина и Лукашенко, он находится в состоянии, при которой большинства населения за ним нет. Он находится в состоянии сильного политического неустойчивого равновесия, поэтому его возможности очень пограничены. Экономически у него альтернативы нет. Турция не может жить без внешних рынков. До предыдущего десятилетия внешним рынком для него был Евросоюз. Уже понятно, что эти рынки закрываются. Поэтому, кроме Евразийского Союза, у него, ну, или альтернатива, резкое падение уровня жизни населения. На что, естественно, Эрдоган пойти не может. Тут все понятно. А, но, как будет устроено внутри, то есть, очевидно, что в Евразийском Союзе будет некоторое ядро на базе России и примкнувших к ней стран, которые частично входили в состав СССР. Ну, оно, собственно, уже сформировано, это ядро, мне кажется, нет? Ну, одно ядро уже есть, российско-белорусское. Пока был Назарбаев, он очень активно хотел туда же Казахстан включить. Вспоминаем, что Казахстан последним вышел из СССР. Что было несколько дней, когда СССР состоял из двух республик. РСФСР и Казахстан. И в этой ситуации те, кто очень не хочет создания вот этой вот Евразийской зоны, в первую очередь, это Великобритания, проявляют титанические усилия для того, чтобы вот эту возможность создания этого ядра развалили. И это происходит и в Казахстане. Вот мы видели события января месяца. Это происходит и в Киргизии, и частично в Узбекистане. Хотя в Узбекистане меньше. Но там кто вы? То есть, иными словами, имеет место очень сложная ситуация, в которой нету простого выхода. Но тем не менее, ее надо как бы учитывать и с ней надо бороться, потому что объективные экономические процессы идут на нашу победу. Да, с восстановлением единого экономического и частично политического пространства. Понятно, что ни Иран, ни Турция в составе вот этого вот ядра не будут. Ну, потому что это другие страны с другой культурой. Но, тем не менее, экономически мы будем очень близки. Вот это мне абсолютно понятно. Понятно. И, безусловно, это процесс, который займет, ну, в общем, десятилетия. Нужно еще учесть при этом, что может оказаться, что в это ядро, ну, пускай и не в узком части, но все-таки попадут и некоторые страны, которые сегодня в Восточной Европе. Ровно потому, что будет вот разделение, изменение границ. Почему изменение границ неизбиво? По очень простой причине. Потому что сегодня уже 30 лет, на самом деле, даже больше, в большинстве стран Восточной Европы либеральные элиты. Заменить их естественным образом, в рамках регулярных процессов, это очень долго, десятилетия. По этой причине нужно изменить границ с тем, чтобы можно было быстро поставить новые нелиберальные элиты. Так что тут я считаю, что это практически неизбежно. Вот. Я понимаю, что то, как будет выглядеть евразийская зона, какие там будут системы отношений, будет зависеть вот очень большого количества факторов. У меня есть косвенное представление, что у Путина соответствующая картина в голове есть. То есть он не просто действует, а он действует в соответствии с неким планом. Но публично озвучивать этот план пока рано. Ну и, исходя из некоторых соображений, я склонен считать, что Лукашенко тоже, хотя бы частично, с этим планом знаком. И в частности, вот разного рода соображения по поводу Мемеля и всего остального, я высказываю ровно, исходя из того, какого масштаба может быть этот план. Как мне кажется, сейчас вот это ядро, которое, по сути, уже сформировано, должно очень серьезно работать над своей привлекательностью, скажем так, для тех, кто раздумывает или кого жизнь уже толкает, скажем так, к этому союзу. Достаточно ли эти усилия, на ваш взгляд? Если говорить о внешнеполитических, да, достаточно. Если говорить о внутриэкономических, нет, недостаточно. Я не знаю, обратили ли вы внимание, в России последние 2-3 недели идет очень мощная дискуссия, в которой вылечены там все. Начиная от правительства и крупных губернаторов, и кончая Минфином и Центробанком. Чем Минфин и Центробанк скорее ведут такие оборонительные бои. Это логика необходимости появления дешевого промышленного кредита. Под 3-4% вышло постановление правительства, в котором говорится о том, что должен быть кредит, чтобы выдавался кредит 3-4,5%, но льготный. С моей точки зрения, такой кредит должен быть регулярным. Для того, чтобы это работало, необходимо изменить налоговую систему, изменить валютную политику, изменить бюджетную политику. Это все, безусловно, нужно делать. Нужно ограничить вывоз капитала, ну и так далее, и тому подобное. Но, как бы, лиха беда начала, до недавнего времени, даже обсуждать было невозможно. Кстати, в этом смысле в Беларуси ситуация ничуть не лучше. Вся экономическая номенклатура, она абсолютно либеральна. Альтернативы политэкономического образования нет ни в России, ни в Беларуси. И с этим что-то нужно делать срочно. Потому что либеральный подход экономикс, эффекты экономического в нынешних условиях не даст. Он, обращаем внимание, он и на Западе не дает. С попытка управления вот этими правилами. Он как-то остался в теории в большей степени, а на практике по факту нет. Не сильно-то и работает. Да, все. Причем, если вы посмотрите дискуссии, Джанет Йеллен, министра финансов Соединенных Штатов Америки, Пауэлла, главу ФРС и главы МВФ Кристаллины Георгиева. Я обращаю ваше внимание, Георгиева училась в Болгарии в советское время. Она знает политэкономию. И она все время объясняет этим двум, что, ребята, то, что вы делаете, это самоубийство. Они ее не слышат. То есть, в общем, надо понимать, что мы живем в удивительное совершенно время, когда исчезает старая модель. В 91-м году все было иначе. Почему? Потому что, да, исчезала старая советская модель, но перед глазами была вроде бы успешная запад. А сегодня вот это западное рассыпается, а альтернативной модели нет. И мы должны ее строить с нуля, не всегда понимая, по каким прописям. Поскольку я занимаюсь разработкой вот этих моделей уже 30 лет, поскольку так получилось, что наша концепция кризиса была принята российским руководством, и это видно, да, по выступлениям Путина еще чего-то, то по этой причине я могу себе позволить высказывать некоторые, ну, как бы, рекомендации. Я прекрасно понимаю, что вот, как бы, тема кредита под 34%, я уже там много лет ее высказываю. Вот удалось пробить руководство у правительства. В общем, я совершенно не считаю, что руководство у правительства не понимало важности этой темы. Просто мы подошли к ситуации, когда... У вас здесь дешевых денег в экономике, я думаю, понимают все, но вопрос, что это надо делать еще. Ну вот, вся проблема состоит в том, что если вы живете в долларовой системе, то вы, то вам очень сложно, потому что вы обязаны следовать неким правилам. А если вы эти правила начинаете безбожно нарушать, то у вас, то вы должны сразу, как бы, закрываться вот от этих внешних факторов. Ну, я вам приведу не экономический пример, а такой психологический. Когда начались два года назад беспорядки в Беларуси, и меня спрашивали, что вы можете сказать. Я объяснял, что вот те люди, которые вышли на улицы в Минске, они с точки зрения здравого смысла дебилы. Почему? Потому что они не могут сказать, чего они хотят. Понимаете, они говорят, мы хотим, чтобы ушел Лукашенко. Для чего? Что вы хотите получить? Вы хотите получить Украину? Нет, у нас будет по-другому. Почему у вас будет по-другому? На каком основании? Это типичный совершенно пример людей, которых идеологически выстроили, но при этом у них полностью отсутствуют причинно-следственные связи и какое-то критическое восприятие мира. Ну, то есть это и есть дебилы. Причем, что характерно, когда все это постепенно закончилось, многие из них поняли, что они были дебилы. Теперь молчат в тряпочек. А некоторые сбежали. Вот у нас очень много кто сбежал в конце февраля, начале манта. 80% этих сбежавших вернулись обратно. Потому что они просто посмотрели, как там жить. Там жить нашему человеку нельзя. И более того, там жить по нашим параметрам нельзя. То есть жить так, как люди живут сегодня в Минске или в Москве, на Западе, нужно иметь денег столько, сколько у них не будет никогда. Вот это что-то. Да, к сожалению, у нас это не все понимают до конца. Простите за бытовые примеры, когда водичка из крана льется без каких-то ограничений, никто не думает, сколько это стоит по большому счету. Оно просто течет. И когда в квартире тепло, ну просто потому, что мы знаем, что должно быть тепло в это время. Там немножко все по-другому. Ну, все это можно, но за совершенно другие деньги. Абсолютно. Я не знаю, пока, насколько эта проблема критична. Но об импортозамещении, опять же, очень много говорят. И в Беларуси, и в России. Кое-что делают. Надо дать должное. Но сейчас, как мне кажется, особенно остро стал этот вопрос. Особенно в высокотехнологичных отраслях. На ваш взгляд, как успешен ли этот процесс продвигается по созданию каких-то импортозамещающих производств? Может быть, на эту мельницу польет воду тот самый дешевый кредит, о котором вы говорили, 3-4%. Я думаю, что да, обязан это сделать. Может, вкупе с другими мерами. И чего бы надо еще сделать, может быть, совместно Беларуси и России, чтобы какие-то позиции важные для экономики закрывать. Если говорить об успешности, я бы не сказал. Не очень успешно, мягко говоря, делается. Ну, нет, ну есть пример. Успешно, есть, конечно, не очень. Тут нельзя говорить, что все хорошо. Ни в коем случае, да. Ну, во-первых, понимаете, что отсутствие доступа к технике – это все-таки некоторое привлечение. Иран, который был лишен доступа к импортозамещению чуть ли не 50 лет, к иностранным технологиям, является одним из мировых технологических лидеров на село. То есть все эти проблемы решаются. Но я считаю, что ключевой элемент. Дело в том, что мы можем решать отдельные проблемы. Нужно опять-таки понимать, что очень часто то, что называется импортозамещением, является, на самом деле, освоением бюджета. Ну, вот, я прошу прощения, так было с самолетами, так было с микроэлектронной промышленностью в нашем. Конечно, бюджеты осваивались, ничего не делали. То есть теоретически нужно наказать тех, кто эти деньги разворовывал. Да, давайте уж смотреть. Ну, это уже вопрос внутренней дисциплины, скажем, государства и как это устроено. Это вопрос неэкономический. Значит, мне кажется, что нужно создавать, во-первых, высокотехнологические компании, малые и средние. Потому что у нас есть целая куча изобретателей совершенно гениальных, которые могут много чего делать. Им надо дать возможность развиваться самостоятельно до некоторого уровня. Во-вторых, надо увеличить очень сильный контроль за эффективностью использования средств в бюджете. В общем и целом, я считаю, что у нас вполне нормальная ситуация, рабочая, если рассматривать ее как старт. Вот. Другое дело, что очень много людей, которые сегодня управляют экономикой и в России, и в Беларуси, их надо менять. Потому что они... Дело даже не в том, что они там чего-то не видят и являются плохими руководителями. А дело в том, что они мир видят именно только либерально. Если вы, например, посмотрите заявление руководства Центробанка, то вы с этим столкнетесь не минуты. Потому что там сидят люди, которые видят мир либерально. То есть они, в принципе, не понимают, что Россия может развиваться. Так как же мир же, солнце вскроет в Вашингтоне. Если в Вашингтоне разрешат развиваться, будет развиваться. А не разрешат, не будет. Сейчас вот Вашингтон запретил России развиваться, как вы с ним? Вот. И вот с этой проблемой нужно что-то делать. Я с этим сталкивался, когда я в Белоруссии был и выступал, что значительное количество белорусских чиновников – это люди, которые вымчены именно в рамках либеральной парадигмы. А другой – нет. Значит, надо восстанавливать систему образования политэкономической. Вот такая вот характера. Но, в общем и целом, я считаю, что стартовая позиция рабочая и, как бы, работать не может. – Образование – это всегда, в общем-то, такая основа. Но, опять же, это все время. Образование не изменишь за год. Подходы в образовании людей не переобучишь за год. Часто можно слышать точку зрения, что экономику нужно переводить на мобилизационные рельсы. Ну, если можно так выражаться, конечно. – У нас легиональная схема управления. По этой причине вы можете сколько угодно выдавать эти министерства команды, а они работать не будут. Многие не понимают, что такое мобилизационная экономика. Мобилизационная экономика – это создание под остро необходимую задачу специальных институтов. То есть, грубо говоря, если банковская система под руководством Центробанка кредиты под 3% не выдаёт, создаём альтернативную систему, которая выдаёт кредиты под 3%. Если при этом будет высокая инфляция, то это назначение Центробанка с ним бороться. Пускай – уборится. Но кредиты под 3% промышленные предприятия должны получать. Другое дело, что должна быть система как в СССР. То есть, те деньги, которые идут на развитие, их не должны направлять на финансовую стекуляцию. Но это техническое. У нас уже всё это имеет место, и существует программное обеспечение, которое контролирует движение денег полностью. И поэтому, если у вас есть человек, который кладывается в развитие, ему надо давать деньги под 3%. А если он часть этих денег направляет на валютные спекуляции, его надо сажать в тюрьму. Это мобилизационная экономика. То есть, вам нужно решить конкретную задачу. Вы создаёте конкретный институт. Собственно, я обращу и ваше внимание. Система IT-бизнеса в Беларуси была создана именно как мобилизационная. То есть, были созданы специальные институты, которые отвечали за это и контролировали. И именно потому, что это получилось успешно, против них и была атака. Атака была совершенно тривиальная. Им всем сказали, ребята, вы такие гений, а вам платят такие копейки, переезжайте к нам. То есть, начали, ну, либо сначала скиньте батюшку, либо переезжайте к нам. Но их развели как, знаете, как кролики думали, что они любили друг друга. На самом деле их разводили. Вот, соответственно, вот их развели как кроликов. Но от этого суть не меняется. Успех получился ровно потому, что была использована мобилизационная схема. Вместо того, чтобы поручить Министерству экономики развивать IT-сектор, была создана специальная структура, которая только этим и занималась. Независимо от Министерства экономики. Но, коль пример успешный есть, и он не единственный, на самом деле, такой, то, ну, логичный вопрос, почему, особенно в тех отраслях, где, ну, мы, мягко говоря, не сильно впереди планеты всей, почему бы не внедрять это, ну, почаще и побольше? Ну, потому что у нас либеральная элита экономическая прекрасно понимает, что если это произойдет, то эта часть выпадает из сферы контроля. Ну, просто вот они выпадают из сферы контроля. Только поэтому? Почему? И что с ними? Ну, то есть тогда возвращаемся к той мысли, о которой вы говорили. Либеральную элиту из управления надо убирать. Давайте смотреть, да, вот в 1917 году, в декабре месяце, была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажей. Да, что там еще там? С кем она там еще поровалась? Но цель-то главная была борьба с саботажем. Вот то, что сегодня происходит в реальности, это саботаж. Это либеральный саботаж перехода наших стран к экономическому развитию. Но поскольку мы 30 лет жили в рамках этого либерального мотива, то вы им не можете предъявить саботаж. Они говорят, вот закон, вот указ президента, вот постановление правительства, вот внутренние инструкции нашего министерства. Мы их полностью выполняем. Тогда мы переходим к лоберизационной схеме. Ребята, вот институт отдельный, у него мы смотрим по результатам, и он вам не подчиняется. А вы, соответственно, этот функционал теряете. Дальше у этого министерства, у либерального отнимается еще 2-3 функционала, а дальше он просто ликвидируется в связи с полным ненадобным. И вот это тот путь, по которому мы должны пройти. Но поскольку я немножко разбираюсь в государственном управлении, я понимаю, как это административно делать у нас. Как это делать у вас, я не знаю, потому что я не знаю, как у вас это сейчас устроено. Но от этого суть не меняется. То есть это работа, но только эта работа должна быть, в которой не будет попытка реформировать старые институты, а будут создаваться новые институты с новыми полномочиями, в которых ключевой задачей будет достижение результата. И все. А у министерства, у министерства же отмазка железная, когда говорят, что результатов нет, они говорят, что тем расширятся. Вот смотрите, вот инструкция, мы на ее основе пишем положение. Это положение выполняется, смотрите. Знаете, какой самый главный отчет всех министерств? Что у нас, что у вас. Значит, у всех либеральных институтов. Знаете, какое? Количество букв, которые они написали за истекший период. За истекший период мы написали 800 миллионов букв, которые, соответственно, сосредоточены в полутора тысячах документов. Дальше там описали. А им надо говорить, ребята, сколько вы написали букв, к нам неинтересно, где за заводом? Вот как только вы и спрашиваете, где за заводом? Я работал в администрации президента Российской Федерации. И я, собственно, писал отчеты президента о том, как исполняется его распоряжение. Ну, поэтому я хорошо знаю, как это устроено, как это работает. Но вы же понимаете, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это встретит адское противодействие со стороны, пусть даже и не либеральной, они, может, так себе не считают, но всей бюрократии, которая достаточно большая и в Белоруссии, и в России. В русском языке есть колоссальное количество на эту тему поговорок. Глаза боятся, руки делают. Волков боятся, в лес не ходить. Ну, и так далее. Ну, что делать? Надо работать, да. Причем более того, как только вы начинаете реально работать, неожиданно объясняется, что они расплакиваются. У них же нет конструктивной... Знаете, раньше у них была очень мощная защита там. А сегодня ее нет. И когда им говорят, ребята, вы должны сами лично защищать свою позицию, они говорят, нет, 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 у нас там домики, и дальше жены, любовницы, автомобиль, машины. Смотрите, нет, нет, нет. Политическая воля должна быть в первую очередь очень четко обозначена. Нельзя говорить о том, что у Путина или у Лукашенко не хватает харизмы. Мне кажется, у обоих их в избытке. Но вот именно их политическая воля должна двигать их процессы, потому как больше, собственно, некому. Зная Путина, поскольку я с ним работал в администрации, президентом, после того, как он стал президентом, я его не разумею. И понимая ту ситуацию, в которой он находится, я могу сказать, что он действует абсолютно в соответствии с объективными обстоятельствами. То есть вот пока нельзя, он не пытается пробить лбом бетонную стену. Как только он видит, что появилась такая возможность, он это делает. Вот это очень хорошо видно, а в последнее время. Обратите внимание, тема кредитов 3-4% появилась не 5 лет назад, не 2 года назад, а именно в очереди. Поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом. Я считаю, что некий прорыв будет у себя, в том числе в связи с тем, что упадет система защиты в рамках Евросоюза, вот этой либеральной модели, ну и в связи с событиями на Украине. Ну а дальше посмотрим. Вопрос от обывателя, который далек от геополитики, от макроэкономики, от экономической теории и политэкономии, и плохо знает, что такое экономикс. Но он думает, как ему жить завтра, станет ли лучше, хуже, будет ли он больше зарабатывать, так же работая. Купить ли ему с зарплаты там лишних 50-100 долларов положить в чулок, либо же купить уже юаней. А вместе с тем на него сыпется поток новостей, что смотрите, в Европе пересохли реки, европейцы адски дорого платят за воду, за газ, за еду, уже тоже, за все остальное. А мы еще этого не ценим. И очень многие люди просто на самом деле в таком раздраве. Я бы сказал так. Мы единственный регион мира, который на фоне общего спада может расти. Поскольку вся мировая экономика переинвестирована, а наша недоинвестирована. По этой причине надо исходить из логики, что нужно строить вот это вот светлое будущее. В качестве аналога можно привести ситуацию 30-х годов прошлого века, когда во время Великой депрессии, когда весь мир лежал, но не в руинах, но близко к этому, в СССР был бешеный экономический рост. В этом смысле мы имеем полный аналог. Вот из этого и нужно исходить. То есть я смотрю в будущее максимально оптимистично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok